Здравствуйте! В студии Антон Исаечкин. Эфир 41 канала продолжает информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Диагноз нефтепродукты и тяжелые металлы. Воронежское водохранилище срочно нуждается в оздоровлении. Воронежский регион готовится к экспорту зерна. Радиации или ГМО. Почему в нашей области наблюдается рост онкологических заболеваний? Стрелок из тенистого заплатит за лечение раненого пристава. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Менее суток потребовалось, чтобы собрать более миллиона подписей под петиции против приостановки работы британского парламента. Документ был размещен на сайте Вестминстера после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон принял решение приостановить текущую сессию парламента до 14 октября. Таким образом, одиозный политик пытается помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без договора. Королева Елизавета II поддержала его предложение. По закону правительство обязано ответить на любую петицию, собирающую более 10 тысяч подписей. В испанском Буньоле недалеко от Валенсии начался ежегодный фестиваль Таматина, известный своими знаменитыми томатными битвами. Очередная такая баталия состоялась 28 августа. 20 тысяч человек бросали друг друга перезрелые помидоры, превратив город в огромное Красное море. Многие участники заранее подготовились и обзавелись очками для плавания, чтобы защитить глаза. Некоторые здания даже накрыли брезентом. За время томатного безумия было уничтожено 145 тонн помидоров, которые привезли 6 огромных грузовиков. Все это сопровождалось фейерверками, музыкой и танцами. История праздника Таматина берет начало в 1945-м. Тогда, во время фестиваля, в честь святого покровителя города, между участниками произошел спор, переросший швыряние помидоров друг в друга. Новости республик бывшего СССР. Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на польское издание «Речь Посполита». Отказ Лукашенко объясняется солидарностью с президентом России Владимиром Путиным, которому Варшава не направила приглашение на памятные мероприятия. Кроме того, Минск решил не делегировать в Польше высокопоставленных чиновников. В Министерстве иностранных дел Белоруссии эту информацию пока не комментируют. Ранее Варшава объяснила отказ пригласить Россию тем, что СССР нарушил международное право в 1939 году, разделив Польшу с нацистской Германией. При этом руководство ФРГ на годовщину начала Второй мировой войны пригласили. Новости Российской Федерации. Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, переведен из колонии в городе Лабытнанге в один из московских СИЗО. Одни источники говорят, что это бутырская тюрьма, другие называют следственный изолятор в Лефортово. По сообщениям Интерфакс и ТАСС, Сенцов доставлен в Москву для обмена заключенными с Украиной. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе не подтвердил и не опроверг информацию о переводе своего подзащитного в Москву. Ранее стало известно, что Россия и Украина готовятся осуществить масштабный обмен с заключенными. Сообщалось, что он пройдет до конца августа и затронет 66 человек. По данным СМИ, Олега Сенцова в списках на обмен не было. В Приморском крае из-за паводков объявлен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в Амуре превысил опасный порог почти на 50 сантиметров. Во Владивостоке за два дня выпало 165 миллиметров осадков. Это почти месячная норма. Также отмечалась гроза и усиление ветра. В результате многие дороги ушли под воду. Были затоплены подвалы школ, жилых домов и торговых центров. А также было нарушено движение наземного транспорта. В зоне чрезвычайной ситуации оказалось 43 населенных пункта, в которых проживают более 10 тысяч человек. Министерство культуры России поддержало предложение временно исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о включении Ельца в список исторических поселений, которые получают весомую финансовую поддержку из федерального бюджета. В связи с этим ожидается масштабная реконструкция исторической части города. Планируется в текущем году начать проектирование, а средства на восстановление старинных кварталов и зданий Ельца должны поступить в 2021 году. Коммерсант сообщает, что на реконструкцию может потребоваться почти 800 миллионов рублей. Новости нашего региона. Степень загрязнения Воронежского водохранилища в 100 раз превышает фоновые показатели. К такому мнению пришли экологи, исследовавшие пробы воды и донного ила. Оказалось, что 50% территории водоема загрязнено нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Что нужно для выздоровления Воронежского водохранилища и готовы ли местные власти решить эту проблему? В теме разбиралась Галина Жукова. Воронежское водохранилище является одним из самых крупных во всем мире. Этот первый в истории Советского Союза искусственный водоем появился в 1972 году. Его размеры впечатляют. Он занимает площадь, равную 70 квадратным километрам. Протяженность водохранилища с севера на юг составляет 50 километров. Средняя ширина – 2 километра. Средняя глубина – почти 3 метра. Когда-то на его месте была река Воронеж, на берегах которой и началось строительство кораблей Петром I. В результате работ массивы лесов на берегах были вырублены, что привело к сильному обмелению реки в начале XVIII века. А уже в 30-е годы прошлого столетия начал развиваться индустриальный Воронеж. Именно тогда впервые заговорили об идее создания искусственного водоема. Но планам помешала война. И к проекту создания водохранилища вернулись в 70-е годы. Предполагалось, что рукотворное Воронежское море решит несколько задач. Главный из них – снабжение промышленных предприятий водой. У нас практически вся промышленность, которая была на тот момент, в 70-80-е годы, фактически не перешла на забор воды, только единичные случаи были. Второй фактор – это, как ни странно, орошение сельскохозяйства. Как мы видим, оно тоже у нас не используется по этому направлению. Была идея использовать его как речной транспорт. Она, может быть, была не главной, но тем не менее. И, безусловно, использовать его в рекреационных целях. К сожалению, одна из этих задач не была реализована. Сегодня мы имеем то, что имеем. Поспешное строительство водоема дало о себе знать. И водохранилище начало цвести из-за того, что глубина и площадь водного зеркала не соответствовали положенным нормам. Проблемам мелководия добавились еще и другие. При сдаче этого водохранилища в эксплуатацию в 70-х годах, на наш взгляд, оно было не должным образом, и не только на наш взгляд, а на взгляд тех, кто занимается профессионально, оно было не должным образом подготовлено. То есть, ложа была не зачищена. Более того, когда мы работали по масловскому затону, в ходе работ было выкорчевано более, по-моему, 800 пней. То есть, это те пни, которые, по сути, остались после запуска водохранилища. В наши дни сильно загрязнены низовье водохранилище за Вагрысовским мостом. Именно здесь, в промышленной зоне, скапливаются многие вредные вещества, включая отложения тяжелых металлов. Хуже всего дела обстоят в масловском затоне. Каждое лето цветущие сине-зеленые водоросли распространяют неприятные запахи. Сейчас, я думаю, в наших силах сделать так, чтобы, при поддержке федеральных структур, сделать так, чтобы вот эти очаги неблагоприятные, очаги, где распространяются сине-зеленые водоросли, их ликвидировать и минимизировать. К слову, в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Экология» Воронежская область получила из федеральной казны 245 миллионов рублей. Мы в этом году завершаем работы по, наверное, главному очагу по формированию экологической угрозы. Это масловский затон. Вы помните, что каждый год это были десятки, сотни прощений граждан по поводу его цветения активного. И, соответственно, тому, что фактически в этом районе у нас отсутствует какая-то микрофлора и жизненные организмы. Поэтому в этом году мы эти работы завершаем. Мы продолжаем работу по расчистке водохранилища в районе Петровской набережной. В результате запланированных работ более миллиона 700 тысяч донных отложений будет изъято из основного русла реки Воронеж, на которой и было сформировано Воронежское водохранилище. В рамках нацпроекта «Экология» на территории области будет реализовано пять проектов, включая сохранение уникальных водных объектов. До 2024 года региональной составляющей предусмотрена реализация двух направлений. Мы запланировали к проведению работы расчистки реки Воронеж на протяжении всего участка от границ с Липецкой областью до впадения в реку Дон. Потому что у нас река Воронеж протекает еще и от дамбы Воронежского водохранилища до впадения в реку Дон. Также мы планируем провести работы по расчистке реки Средний Куриц, потому что мы не забываем о наших муниципальных районах и очень масса обращений людей по поводу того, что данный водоем пересыхает. Что же касается загрязнения Воронежского водохранилища, то ситуация усложняется еще и проблемой канализационных стоков, которые попадают в водоем, в том числе и с домов частного сектора. Целый ряд замечаний у областных властей есть и к левобережным очистным сооружениям. Безусловно, очень важной является еще работа по поводу сброса неочищенных источных вод. Здесь также работа проводится, вы слышали, по поводу ЛОСа и тех требований, которые были сформулированы, и обязательств, которые взяло на себя предприятие. Поэтому комплекс этих мер, на взгляд, позволит ситуацию стабилизировать и в чем-то улучшить. А ведь Воронежское водохранилище – это уже визитная карточка города. И для того, чтобы Рухотворное море еще долго радовало горожан и гостей столицы Черноземья, необходима комплексная программа очистки водоема и поддержания его здоровой экосистемы. Галина Жукова, Сергей Пиляев, 41 канал. Несмотря на мешающие уборки дожди, Воронежская область в очередной раз побила свой собственный рекорд. Уже собрано на 4 миллиона тонн при урожайности 33 центнера с гектара. Часть урожая отправится за границу. О подготовке к экспорту воронежского зерна расскажем в нашем сюжете. Самые востребованные культуры – ячмени пшеницы. Наибольшая урожайность – более 40 центнеров с гектара в Лискинском, Нижнедивицком, Хохольском, Острогожском, Семилукском, Репьевском, Рамонском районах. Цена пшеницы в Центральном федеральном округе 3-4 класса подорожала на 400 рублей за тонну. Стоимость тонны зерна сейчас держится на уровне 10 тысяч рублей. Сегодня с этой хлебной базы отгружаются 70 тонн продовольственного зерна. В этот раз насыпают немного, всего-то один вагон. Обычно отсюда отправляют и больше. Покинуть Брдело-Воронежской области зерно может только при наличии специальных сертификатов. Для этого отбираются пробы согласно ГОСТа. В рамках закона о карантине растений и технического регламента 0.15.2011 производился отбор проб совместно с сотрудниками ВНИКАЭРа и Центра оценки качества зерна для получения заключений и сертификатов в соответствии, чтобы продукция могла пересекать границу, перемещаться по российской территории. С каждой транспортной единицы инспектора Всероссийского центра карантина растений берут исходный образец. Его пробы получают прямо на месте. Исходный образец делят на четыре части и из двух треугольников. Собирают пробу, равную примерно килограмму. Затем ее запечатывают в сейф-пакет и отправляют в лабораторию. У нас чаще всего впадает эта трагодерма изменчивая на складах Воронежской области. И вот могут оставаться среди. Средний образец отобран. Если в партии зерна найдут тлю, жуков-вредители, пилильщиков или трипс, такое зерно не допустят к вывозу. В зерне могут встречаться и семена карантинных сорняков. Если их не обнаружить вовремя, то впоследствии это может привести к новым очагам их распространения. В лаборатории тщательно изучают их присутствие. Из сорняков наиболее часто встречается амброзия трехраздельная, планолистная амброзия, повелинки. Этот образец абсолютно чистый. Уже максимум через четыре дня владелец зерна получит разрешительные документы и может отправлять его на экспорт. Если раньше Советский Союз закупал зерно за границей, то царская Россия, наоборот, занимала первые места по экспорту пшеницы. Вот и сейчас Россия возвращается к традициям и главный упор делает на продажу зерновых. Основные покупатели нашей зерновой продукции – страны СНГ, Египет, Турция, Ливан, Швейцария. Кстати, в этом году экспорт зерна в России может значительно сократиться. Производители ожидают роста цен и поэтому придерживают продажи. Олеся Алисюк, Сергей Пеляев, 41 канал. В последние годы в СМИ нередки сообщения о росте онкологических заболеваний. Одни считают, что это связано с негативными изменениями окружающей среды. Другие во всем винят продукты, содержащие ГМО и радиацию. Третьи вовсе считают, что рак – это наказание за увлечение смартфонами и компьютерными играми. Наш корреспондент Елена Цветкова попыталась узнать, где истина. Еще в древних летописях упоминается о злокачественных опухолях. Существует свидетельство, что от этого заболевания страдали даже неандертальцы. Термин «карцинома» в обиход ввел Гиппократ. По его мнению, опухоль, разрастаясь, напоминала клешни рака. Затем греческий медик Гален впервые ввел термин «онкос» от греческого слова, означающего «опухоль». Этим термином пользуются уже более 2000 лет. Если говорить не только о людях, рак существовал даже в юрском периоде. Ученые исследовали кости различных видов динозавров. Примечательно, что у гадрозавров, представителей семейства утконосых динозавров, был диагностирован рак. Почему именно они, неизвестно. Вероятно, в их рацион входила пища, содержащая канцерогены. Теории возникновения онкологических заболеваний огромное количество. Современная медицина насчитывает более 40 причин появления раковых клеток. Одна из теорий говорит о том, что в каждом организме есть онкологическая онкоклеточка, онкоген, которая при возникновении под действием каких-либо факторов начинает активно жить. Что же приводит к какими факторами? Один из основных, наверное, из ведущих все-таки факторов – это стресс. Мы в настоящее время живем в постоянном стрессе. В человеческом организме опухолевые клетки в небольшом количестве появляются постоянно. Иммунная система строго надзирает над тем, чтобы чужаки вроде вирусов, бактерий и неправильных клеток не смогли уничтожить ее хозяина. Иногда происходит нечто, пока учеными до конца не изучен этот момент. Когда развитие опухоли становится неконтролируемым, а иммунитет перестает замечать и уничтожать раковые клетки. Онкологи делают упор на критическое накопление мутации и дополнительное физическое воздействие, то есть радиацию. Когда иммунная система начинает страдать, клеточки иммунной системы истощаются, лимфоциты не справляются, вот тогда чужеродная клетка онкологическая начинает жить, она перерождается и дает развитие заболевания. Изучать отношения иммунитета и рака наука стала еще в середине 19 века. Уже тогда стало известно, что иммунитет может бороться с онкологией. Врачи предупреждают, что заметив какие-либо изменения в своем организме, необходимо записаться на прием к терапевту. Вот те образования кожи на коже человека, будь то родимые пятна, родинки, папилонки, если они начинают изменяться, изменяется их размер, изменяется цвет, появляется не просто увеличение, а кровоточивость или выбухание каких-либо участков, необходимо срочно обратиться к врачу. Вот это и есть те первые симптомы. В Воронежском регионе наиболее распространен рак кожи. За последние 4 года рост смертности увеличился в 3 раза. Врачи предполагают, что всему виной не только постоянный стресс, возможно, всему виной солнечная радиация, уровень которой до сих пор тщательно скрывают от населения. Местные жители солидарны со специалистами. Возможно, с сетями какими-нибудь Wi-Fi, я не знаю, с электромагнитными волнами, скорее всего. До того, как были электромагнитные волны, количество онкологических заболеваний было намного меньше. Это же подтвержденный факт. С экологией связано. С тем, что зарплата маленькая, люди нервничают. Все от нервов. Я думаю, так. Скорее всего, на нервную систему люди обезвожены. Я думаю, что так. Потому что действительно, жизнь трудная. Раньше мы стабильно жили. Мы на зарплату могли поехать в отпуск, отдохнуть, купить что-то и в подарок, и всё. А сейчас у меня дети, извините, работа у двух есть, а третий не может. И высшее образование. Переходится с высшим образованием, многим торгуют и так далее. Больше у нас нет работы. Немаловажную роль в предотвращении рака занимает система правильного питания. Учёные говорят, что необходимо регулярно включать в рацион цельнозерновой хлеб, овощи и витамин С. Раньше было качество, а теперь количество. Вы сами прекрасно знаете, даже продукты, если в магазинах говорят, вот это нельзя кушать, вот это, смотрите, Е, Б, зачем мы должны вообще это читать? Мы должны качество, как говорится, раньше колбаса была качественной, всё качество, а мы стараемся теперь подешевле взять. В результате тысяч исследований и от миллионов участников стало известно, что растительная пища с её защитными веществами снижает риск рака, алкоголь и пища животного происхождения увеличивает. Любая физическая активность и другие составляющие здорового образа жизни помогут вылечить и предотвратить рецидив рака. В настоящее время рак – это убийца номер два в развитом мире. Эксперты полагают, что вскоре он обгонит сердечно-сосудистые заболевания. Елена Цветкова, Сергей Пиляев, 41 канал. Павловский районный суд Воронежской области удовлетворил иск управления Фонда социального страхования к воронежцу Александру Зонову, который умышленно стрелял из ружья в судебного пристава. Напомним, что год назад Воронежский областной суд признал Александра Зонова виновным в умышленном убийстве. Утром 27 сентября 2017 года в микрорайон Тенистый он расстрелял из карабина собственного сына и его супругу. После этого у советского районного отдела судебных приставов Зонов три раза выстрелил из карабина старшего судебного пристава и тяжело ранил женщину. Почти два с половиной часа длилось оглашение приговора Зонову в Воронежском областном суде в октябре 2018 года. По совокупности преступлений, его приговорили к лишению свободы сроком на 25 лет в колонии строгого режима. А также обязали выплатить 5 миллионов рублей компенсацию ущерба пострадавшим. Теперь к этой сумме Павловский районный суд, в этом районе постоянно зарегистрирован Александр Зонов, добавили еще и немногим более 1 миллиона рублей компенсации расходов фонда социального страхования. Сам ответчик участие в заседании не принимал, а был должным образом извещен, пояснили в управлении фонда социального страхования по Воронежской области. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. А сейчас о погоде в Воронеже и Воронежской области. 30 августа в регионе будет малооблачно, ветер северо-западный от 2,5 до 4 метров в секунду. Температура воздуха в Борисоглебске плюс 23 градуса. В Бутерлинах, Килисках, Хохле, Нижнедивицкие, Россоши плюс 25. В Боброве, Богучаре, Острогорске, Рамоне, Павловске, Семилуках плюс 26. Такая же температура в Воронеже. Ветер северо-западный 2,5 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Православная церковь почитает 30 августа память святого мученика Мирона, жившего в 3 веке. Однажды на Рождество он совершал богослужение, и в храм вошел местный правитель Антипатр со своим воинами. Они схватили Мирона и предали его истязанием. Его тело строгали железными гребнями. Затем святого бросили в раскаленную печь. Мученик остался цел, зато пламя опалило 150 язычников, стоявших поблизости. Тогда правитель приказал резать ремни из кожи Мирона. Святой взял один из ремней и бросил мучителю в лицо. Придя в ярость, правитель велел отдать Мирона диким зверям, но они его не тронули. Антипатр, почувствовав себя побежденным, покончил с собой. А святому осекли мечом голову. В Царской России 30 августа молодежь устраивала похороны мух, которые символизировали гибель насекомых с наступлением холодов. Мертвых мух клали в самодельные гробики из ореховых скорлупок или овощей и закапывали в землю. Сопровождался обряд песнями и плясками. Уважаемые телезрители, 41-й канал Воронежской области не отключается в связи с переходом федеральных и местных каналов на цифровое вещание. Мы продолжаем эфирное аналоговое вещание на 41-й телевизионной частоте. Мы по-прежнему работаем для вас 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите и по электронному адресу, который видите на экране. И также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире в 6, 7, 9 часов утра, ровно в полдень, в 19.30, 20.30 и в полночь по московскому времени. А также на нашем YouTube-канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире 41-го телеканала. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова